Андрей Никонов. Изгой. Читает Михаил Золкин. Глава первая. 17 марта 318 года от разделения. Вторник. Верхний город. Седа же Алта. Остров Параизу. Сегунда. Просторная столовая была уставлена дорогой мебелью. Не какой-то там модной поделкой из биопластика, а настоящей, деревянной. Из массива Махагона. Белоснежная скатерть спускалась почти до пола, выложенного плитами местного крапчатого мрамора. Окна, несмотря на то, что уже почти наступила ночь, были плотно зашторены. Помимо ткани, стекло дополнительно затемнялось специальной пленкой, чтобы как можно меньше лучей солнца проникало внутрь. Естественное освещение заменял свет, льющийся с потолка, не очень яркий. Он равномерно освещал комнату, практически не давая тени. Я не буду это есть. Мальчик лет шести-семи, худой до прозрачности, швырнул вилку на стол. Она ударилась о край фарфоровой тарелки и звякнула. «Ни за что! Сколько можно, Мири? Я ненавижу свинину, и яйца, и овощи!» «Не капризничай!» Высокая черноволосая девушка с тонкими чертами лица встала из-за стола. Забрала почти полную тарелку, швырнула в проем моечной машины. «Смотри, какой тощий стал! Северным ветром сдует! Где ты силы возьмешь, великий мастер?» «Найду!» Мальчик спрыгнул на пол. Тяжелый резной стул массивно скрипнул. «Ты мне не мать, а я уже взрослый, и сам решаю, что мне делать!» Девушка только головой покачала, грустно улыбнулась. Потрепала мальчишку по густым русым волосам. «Иди-ка ты спать, вернется отец, пусть сам тебя воспитывает!» Мальчик остановился на лестнице, перегнулся через перила, серьезно по-взрослому посмотрел на девушку. Его глаза с черной радужкой, сливающиеся со зрачком, блеснули в неярком свете. «Ты прекрасно знаешь, что ему плевать на меня и то, что я делаю. Прости, что нагрубил Мириум. Я люблю тебя. Пойду к себе, поиграю немного и лягу в кровать». «И я тебя люблю, малыш!» Девушка заморгала, закусила верхнюю губу. «Не задерживайся надолго в этой своей игре, ладно?» От планшета мальчика отвлек звук разбитой посуды внизу. Дверь он не закрывал полностью, чтобы не пропустить тот момент, когда брат вернется домой. И как обычно спрятаться куда-нибудь подальше. Негромкие голоса он услышал, когда вышел в коридор. Прочная лестница пережила несколько поколений хозяев особняка, но даже не скрипнула, когда он поставил ногу на верхнюю ступеньку. Через перилы было видно, как какой-то человек в черном держит Мириум за руки, прижимая к себе. А второй что-то спрашивает. «Что именно?» Мальчик не слышал. Звук голоса доносился неразборчиво. Видимо, нежданного гостя ответы девушки не удовлетворили. Он залепил ей пощечину. Голова Мириум мотнулась в сторону. Из уголка рта показалась кровь. «Где он?» Повысив голос, спросил второй. «Я тебе все кости переломаю, тварь!» И почти не замахнувшись, ударил девушку кулаком в живот. «Держи крепче!» Кинул он первому. Девушка согнулась, пытаясь выкошлить из отбитой диафрагмы воздух. И тому приходилось ее удерживать почти на весу. Второй удар локтем в лицо был, видимо, очень болезненным, потому что Мириум тихо завыло. Этот вой заставил мальчика сжаться, вцепившись в стойкий перил, сесть на ступеньку и зажмуриться. Дети верят, что если они что-то не видят, то этого не существует. В этот раз такой способ не прокатил. Мальчик слышал, как сестру избивают, как ей задают вопросы, а она пытается ответить, но у нее это не получается, потому что из горла вырывается только хрип. Он открыл глаза. Мири уже лежала на полу. Один из налетчиков поставил ей ногу на живот, а второй прижал подошвы колено и сильно надавил. «Никто тебя не спасет! Лучше скажи, где твой брат это прячет, и мы уйдем!» Мальчик внезапно поймал ее взгляд. В нем была боль и беспокойство за него. Девушка просто утопала в боли, но все равно беспокойства было гораздо больше. Первый проследил за ее взглядом, а кликнул второго. «Смотри, эй, оторвись на секунду! Там какой-то пацан сидит! Давай сюда этого мелкого говнюка! Если его прижмем, она нам точно все расскажет!» Второй снял ногу с колена девушки и, осклабившись, двинулся в сторону лестницы, широко расставив руки. Словно невод. Желание убежать было вполне естественным. Мальчик дернулся. Второй тут же выхватил из кобуры пистолет, навел на него. «Не глупи, малец!» Серьезно сказал он. «Я выстрелю быстрее, чем ты успеешь одно движение сделать. Спускайся сюда. Плохого тебе никто не сделает». Мальчик посмотрел на нацеленное на него дуло. В смятении перевел взгляд на Мириам. Та лежала на полу. Из ее глаз текли слезы, смешиваясь с кровью. «Пеки!» Прошептали ее губы. Он встал, голова едва виднелась над перилами. Сделал шаг вниз. Еще один. Спустился на площадку. Тот с пистолетом уже был рядом. «Молодец!» Сказал второй. «А ты, сучка, начинай говорить. Потому что сначала я прострелю ему колено. А потом, если так ничего и не узнаю, убью вас обоих. Считаю до трех. Раз. Два. Советник Дакоста Гомыш? Не отвечая, грузный мужчина среднего роста, черноволосый, со смуглой оливкового цвета кожей, хищным ястребиным носом и карими глазами. Прошел в холл. Следом за ним худощавый молодой человек со шрамом на щеке. В костюме и при галстуке. Едва переступив порог, он махнул рукой. Восемь бойцов в темно-синих комбинезонах с карабинами в руках рассеялись по дому. Полицейские пытались протестовать, но их сначала оттеснили, а потом приставили к стене, направив на них оружие. «Я подам жалобу, советник!» Попытался возразить детектив. «Сколько угодно». Матеуш Сантуш Дакоста Гомыш стоял возле своей дочери. Плечи его чуть опустились. Дыхание, и до этого тяжелое, стало прерывистым. «Где этот доктор?» рявкнул он. «Сеньор Шварц будет меньше, чем через минуту», доложил человек со шрамом. «Его уже ведут. Поторопить?» «Да». Советник присел на корточке, провел рукой по полу, прерывая ручеек крови, посмотрел на испачканный палец, зачем-то его понюхал. Его помощник прищурил правый глаз, прижав пальцем микрофон за ухом, и через несколько секунд в холл втолкнули невысокого толстенького человека в очках-гоглах, с небольшим чемоданчиком в руках, в рубашке, джинсах и с красным крестом на массивной золотой цепочке. Коротко кивнув советнику, врач неожиданно для его комплекции резво подскочил к телу, одновременно вытаскивая из чемоданчика вязкую, похожую на красное тесто, массу, и покрыл ей лицо и шею девушки. Практически одновременно он нацепил ей на здоровую руку черную манжету, разорвал сорочку, обнажая грудь, и бросил на нее три шарика, которые почти сразу впитались в кожу. Двумя пальцами снял накладку аптечки, первой помощи с живота, брезгливо отбросил в сторону, поводил пальцем в воздухе, исследуя только ему видимое изображение. Все это время советник терпеливо ждал, и только когда врач поднялся, то и он, кряхтя, встал на ноги. «Будет жить», спокойно сказал доктор Шварц. «Два, может, три месяца основного лечения, потом полгода реабилитации. Состояние я зафиксировал, операция пока не нужна. Основные повреждения от ударов, а значит внутренние, на первый взгляд, ее не пытались убить, только избивали, а потом выстрелили, один раз, скорее всего, обычный шокер. Сложный перелом позвоночника, затронуты практически все органы, тяжелее всего пришлось селезенки и печени. Но вашей дочери всего девятнадцать, так что если будет нужно, вполне сможем вырастить новые, и они отлично приживутся, а до тех пор стабилизируем. Сознание придет через две-три недели. Рафаэль». «Да». Помощник со шрамом стоял метрах в пяти от хозяина и врача. Переместился к ним практически мгновенно. «Клиника Святой Марии, второй корпус, третий этаж. Я уже предупредил, там ждут». «Это безопасно?» Спокойно спросил советник. «Опасно везде». Шварц отошел чуть в сторону. Двое парамедиков бережно уложили тело на носилки, и в сопровождении пятерки бойцов вынесли из дома. «Здесь я бы не рекомендовал, но если пожелаете...» Советник посмотрел на Рафаэля. Тот кивнул. Шварц дождался кивка советника, улыбнулся и вышел вслед за своими подручными. Советник до Коста Гомеш еле заметно вздохнул. Печатая левой подошвой кровавые следы, подошел к полицейским. «Офицеры!» «Второй детектив Уэст и патрульный первой ступени Корсаков!» Представил себя и напарника старший. «Вызов пришел 20 минут назад. Анонимный звонок. Тело обнаружено в холле. Судя по данным детекторов, кроме ваших детей никого в доме не было. К камерам у нас доступа нет. Вас оповестили сразу. Время ожидания — 11 минут. У вас в регламенте стоят пометки, поэтому мы оказали только первую помощь и ничего не осматривали». «Хорошо». Советник кивнул. Посмотрел сначала на обугленный труп налетчика, потом на сына, съежившегося под лестницей. «Он?» «Судя по всему, да!» кивнул Уэст. «Служба контроля скоро будет здесь. Мы не могли не вызвать. Сами понимаете, таковы правила». «Подтверждение». Уэст протянул прозрачный прямоугольник. Советник Гомеш приложил левую ладонь. Отпечаток засиял оранжевым. Детектив удовлетворенно сощурился. Потянул напарника за рукав, и они чуть ли не бегом выскочили из дома. А потом из-за ворота. Дождь продолжал моросить. Мерзкие крохотные капли так и норовили проникнуть в любую доступную щелку. Холодный воздух неприятно холодил, и без того замерзшие мокрые щеки. Тройка бойцов держала полицейских на прицеле. Крохотные красные пятнышки скакали туда-сюда по одежде. «Отвратная погода». Уэст, не обращая внимания на нацеленное оружие, посмотрел на небо. Поежился, включил подогрев, натянул перчатки. «Этот город окончательно испортился». «Ни как старшенький приехал». Корсаков кивнул на мотоцикл, выруливающий на подъездную дорожку. С него спрыгнул крепко сложенный молодой человек. Ринулся в дом. «Это ведь он только что на синей улице бордель чуть не разгромил. Опять на него жалобы с утра будут, и опять папаша его отмажет, вот увидишь. Подумаешь, пятый советник гомош, большая шишка, девчонку жалко, но эти сволочи нас ни во что не ставят». «Попридержи язык, а то тут долго не продержишься. Если сам захочешь перевестись в Нижний город или на свободные территории, так, лейтенанту, и скажи». Уэст залез на свой байк, активировал шлем. «Поехали отсюда, это теперь не наше дело». Парень в военной форме, который подчеркивал обугрящиеся мускулы, вбежал в дом, чуть не вырвав стакилограммовую дверь вместе с петлями, бросился к отцу, но вовремя притормозил от замораживающего взгляда. «Ты где был?» Советник гомош отступил на шаг от маленького сына. «Что, СМИ, она жива?» «Да, я задал тебе вопрос». На службе задержался. Подчиненные опять вместо дежурства по шлюхам пошли. Пришлось наказать. Старший сын встал рядом с отцом. Кивнул на брата. «Это он виноват? Узнали, кто напал?» «Внешние камеры не работали. Их вырубили дистанционно. На внутренних все есть. Посмотришь потом». «Это он виноват, я уверен. Это ты виноват, ублюдок!» Изо рта старшего вылетела капелька слюны. «Мразь приблудная! Если СМИ что-то случится, я тебя своими руками придушу, гаденыш!» Мальчик съежился еще больше, стараясь вжаться в дощатые панели. «Оставь его, Эйтер, он не виноват», — холодно сказал советник. «Объясни, почему он говорит, что искали тебя». «Чушь!» Эйтер негодующе махнул рукой. «Этот проклятый сын шлюхи выдумывает!» «Да?» Гомыш усмехнулся. «Ублюдок, как ты любишь его называть, спас твою сестру. Если бы не он, убийцы бы с ней расправились. Рафо!» Эйтер испуганно вздрогнул. Помощник-советник и появился, как всегда, словно из ниоткуда. «Выяснили, кто это?» «Уверенности нет. Но, скорее всего, со свободных территорий. Я уже запросил наших информаторов. Нападавшим помогал кто-то из прислуги. Охранный периметр не нарушен. Они вошли через заднюю дверь, знали код и настройки сканеров. На камерах стандартные подменные лица. Голоса искажены. Отпечатков нет. Зато у нас есть образцы ДНК. Тело выгорело изнутри, но частички кожи остались. «Хорошо, занимайся. Результаты мне нужны сегодня. И пора спроси Эйтера. Я разрешаю». «Так и сделаю». Рафаэль улыбнулся. Его шрам собрался в уродливое бугритое пятно. А старший сын окончательно упал духом. «Служба контроля будет через минуту. Мы не можем им помешать». «Закон един для всех». Гомош наклонился к мальчику. «Паулу, посмотри на меня. Все хорошо. Ты вел себя правильно». Мальчик сдрогнул. Отец настолько редко его хвалил, что можно было по пальцам пересчитать. На одной руке. И то остались бы лишние. И насчет того, что все хорошо, он был совершенно не уверен. В холл не торопясь вошел седой старик в очень дорогом костюме. С тускло-металлической тростью и кожаной папкой. Сверкнул золотой оправой очков. Казалось, дождь снаружи специально обошел его стороной. Равно, как и грязь на дорожке. Идеально вычищенные ботинки ручной работы сияли. Тонкий крючковатый нос чуть подрагивал. На кровь старик взглянул равнодушно и мельком. А на обожженное тело очень внимательно. «Привет, Матеуш!» Протянул он руку советнику. Тот крепко ее пожал. «Я решил приехать сам». «Ценю это, Эл». «Еще как ценишь». Старик усмехнулся. «Ну что, где наш герой?» Не дожидаясь ответа, легко, словно ему было лет двадцать, присел рядом с Паулу на корточке. Порылся в кармане. «Протяни руку, сынок. Левую, ладошкой вверх. Сожми кулак. Вот так, молодец. Сколько лет?» «Шесть, почти семь». Гомыш усмехнулся. «А то ты не знаешь». «Я думал, уже восемь. Так поджечь негодяя не каждое пробуждение силы способно». Элайев встал, увлекая мальчика за собой. «Утрясем формальности. Его мать не появлялась?» «Нет». Советник недовольно поморщился. «Она ведь русская. Точное имя и фамилию не помнишь?» «Я знал её как Айрин. Небольшой посёлок, километров сорока от Модена. Сомневаюсь, что у местных вообще есть Айди. Когда забирал ребёнка в приюте при местной церкви, её там уже не было». «Родственники со стороны матери?» Гомыш покачал головой. «Хорошо. Будем считать, что с этого момента трёхлетний срок пошёл. Если никто не объявится, значит, сами отказались. Пробная модификация?» «В год и три отрицательное. В пять неясный прогноз. Доктор Шварц посоветовал пока ничего не делать. Сказал, что лучше подождать до семи лет, а до этого только наблюдать. Отклонений не было, но мы всё равно надеялись, сам понимаешь. Для нашей семьи это много значит». «Врачи тоже ошибаются. Хотя семь-восемь лет – оптимальный возраст для пробуждения. Но иногда и раньше случается. Важен импульс, толчок. Вот как у вас». «Хорошо, фиксирую данные для протокола». «Паулу Гомош, шесть полных лет, мужского пола. Величина выброса с учётом коррекции – 8 на 12. Состояние стабильное, в сознании. Адекватное восприятие. Блокирующий браслет с номером 82745. На левую руку надел я. Доктор Элая Кавендиш. Старший инспектор отделения службы контроля. Родственники со стороны матери отсутствуют. Отец? «Матеуш Сантуш да Коста Гомош. Идентификация проведена. Родство подтверждено. Матеуш, решение за тобой. Процедуру ты знаешь, я бы рекомендовал 5 лет наблюдений в приюте. Понимаю, что много. Но восьмёрка в его возрасте...» Гомош подошёл к сыну, встал за его спиной, положил руки на плечи. «Я, Матеуш Сантуш да Коста Гомош. Пятый советник верхнего города. Отрекаюсь от Паулу Гомоша. Я, отказываю ему в родовом имени и изгоняю из семьи. Говорю это от себя, моего отца, моей матери и их родителей. Навсегда». «Уверен?» Главный инспектор даже очки снял, недоверчиво вглядываясь в лицо старого знакомого. «Абсолютно», — ответил советник. Его старший сын не скрывал торжествующую улыбку. «Это твоё окончательное решение?» Илай оказался расстроенным. «Ты ведь знаешь, что изменить его будет нельзя?» Гомош решительно кивнул. «Личные вещи?» Советник чуть качнул головой. Двое бойцов поставили рядом с выходом ребристый ящик. «Ну что же, нам пора». Советник взял мальчика за руку. Тот не сопротивлялся. «Попрощаться хочешь?» Паулу с надеждой взглянул на отца. Тот равнодушно покачал головой. Отворачиваться не стал. Спокойно смотрел на мальчика. Кавендиш еле слышно вздохнул. Сжал детскую ладошку. «Ладно, идём, малыш. Таким, как ты, здесь не место». Продолжение следует...